Встречаем новый день вместе. Это передача Утренняя Фрэш и я, ее ведущая Влада Васильева. Сегодня четверг, 29 октября. И в этом выпуске я расскажу об интересных фактах и познакомлюсь с интересными новостями. Не переключайтесь. Немного о погоде. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность без осадков. Воздух прогреется всего до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточного направления скоростью до 5 метров в секунду. Каждый день хранит в себе важные исторические события. Когда-то был изобретен кинематограф, а когда-то открыт новый свет. Важные исторические факты можно отыскать в каждой календарной дате. Ради любопытства и расширения кругозора. Перевернем наш календарь на 29 октября. Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Дата была установлена в 2006 году. Целью проекта является призыв к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемии. А в 2006 году была создана Всемирная организация по борьбе с инсультом, которая и учредила этот день. Сегодня в общество входит более 3,5 тысяч индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран. Это ученые, научные союзы и общества по борьбе с инсультом. А жители Гомеля и Гомельской области с 10 до 12 часов будут консультировать врачи-кардиологи Гомельского областного клинического кардиологического центра. По телефону прямой линии 49 18 02. Ну а сейчас давайте посмотрим социальный ролик фонда по борьбе с инсультом ОРБИ, в который приняли участие Гоша Куценко и Александр Тютин. В небольшом сюжете актеры рассказывают, почему так важно вовремя обращаться в скорую помощь при инсульте. Внимание на экран. Всего 5 секунд нужно, чтобы обнаружить инсульт и вызвать скорую. У врачей есть только 4,5 часа, чтобы спасти жизнь человека. Вы обнаружили? Я. Когда точно начался инсульт? Минут 30 назад. Нам необходимо точно знать, есть у него гипертония, аритния, диабет. Я не знаю. Меряем давление. Сахар? 180 на 100. Давление не снижаем. Грузим. Поехали. Инсульт может быть вызван тремя причинами. Закупоркой тромбом, холестерином, вляжкой или разрывом сосуда. Чтобы назначить лечение, по приезду в отделение делают КТ и ангиографию. Если причиной является тромб, то назначают тромболизис или тромбоэкстракцию. Но сделать это нужно в течение 4,5 часов после инсульта. Чем быстрее пациенту окажут помощь, тем выше вероятность спасения и меньше последствий инсульта. Поэтому очень важно сразу вызвать скорую, когда вы видите инсульт. Врачи делают все, чтобы быстрее помочь пациенту. Но на время вызова скорой можете повлиять только вы. А в Музее истории печати и фотографий Гомельщины открылась выставка под названием «Музыка в объективе». Автор-любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото автора с детства. Но результативное увлечение этим направлением началось в 2012 году. С концерта экс-солиста дуэта Model Talking Томаса Андерса в городе Коблинс. Гости в музее увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре Томас Андерс, Анивески и многие другие. А сейчас перейдем к зарубежным новостям. Автомобильная компания открыла в Лондоне самый экстремальный отель в мире. Он состоит из одного номера, расположенного на высоте около 70 метров от земли. Начнет представлять собой палатку, закрепленную на опорных стойках развлекательного комплекса. Новинка находится на полуострове Гринвич в юго-восточном Лондоне. Постояльцы отеля могут прогуляться и поужинать, например, на крыше. Им также доступен круглосуточный консьерж-сервис, два теплых спальных мешка и защитный чехол от дождя. Администраторы гостиницы уверяют, что гости получат массу новых впечатлений. Забавными кадрами поделился на YouTube местный житель штата Вашингтон. Мужчина установил в лесу скрытую камеру, чтобы подсмотреть за животными в их естественной среде обитания. Он надеялся запечатлеть волка или лесу, однако в кадр попал медведь. Мишка нашел способ почесать спину о маленькое дерево, однако из-за ракурса оно скрылось за животным. В итоге кажется, что лесной житель решил устроить зажигательные танцы посреди леса. Разумеется, кадры не остались без внимания пользователей, которые развеселились от души после просмотра ролика. Собака по кличке Раш водит лучше, чем многие, у кого есть права. Четвероногий друг смело становится на скейтборд и объезжает все препятствия. Однажды хозяин решил сделать для своего питомца некий квест. Мужчина установил конусы, между которыми собака должна проехать на скейте, а также перепрыгивать с одного скейтборда на другой. Вы только посмотрите, как умело справляется с этой задачей пес. А сейчас поговорим о том, что интересного для вас подготовили мои коллеги. Смотрите сегодня передачу «Бизнес-план на Беларусь-4 Гомель». В сегодняшнем выпуске речь пойдет о бизнесе в сфере внутреннего туризма. Что делать, если путешествие за границу по различным причинам недоступно? Ответ очевиден. Пришло время поближе познакомиться с родным краем. Для предприимчивых людей внутренний туризм – это еще одна сфера для реализации своих бизнес-идей. Как стать частным экскурсоводом и в чем плюсы агро-экотуризма? Об этом узнаете сегодня. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 35 минут. О выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сфер услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. А в нашем эфире со вторника по пятницу смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на самые актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» сегодня в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Также вечером телезрителей ждет сериал «Осам» – особая следственная аналитика. Это остросюжетный сериал об одной специальной группе, которая расследует необычные преступления. Когда кажется, что преступники не оставили и намеков на улики, а традиционные следственные методы только тянут время, за дело берутся эксперты «Оссы». Ведь эта организация создана специально для таких случаев. Каждой серии эксперты распутывают преступления, демонстрируя зрителям всю цепочку своих действий. Включайте телеканал «Беларусь-4» Гомель в 22.15. На этом все новости. Как всегда, новый день с вами встречала программа «Утренний фреш». Пусть и этот день будет насыщенным, а хорошее настроение – неизменным. Не приключайтесь, с нами интересно. Субтитры создавал DimaTorzok